Добрый день! Сегодня я хочу обсудить один, но очень важный вопрос. Когда нужно обращаться к налоговому юристу? Почему я решила об этом поговорить? За последние пару месяцев на нескольких мероприятиях от разных коллег я слышу практически одну и ту же фразу. Ну, мы же рассматриваем вопрос, когда уже все случилось? К нам же приходят года через три? Мы же работаем уже с тем, что есть? Лучше рано, чем поздно в данном случае. Итак, когда тот момент, когда нужно обращаться к налоговому юристу, уже настал? Как понять, что этот момент настал? Рассмотрим самые распространенные ситуации. Я выделю 7 таких ситуаций. Это не закрытый перечень, но они наиболее часто встречающиеся и очевидны. Итак, первая ситуация. Вы планируете заключить крупную для вашего бизнеса сделку. Например, заключить дистрибьюторский договор, который будет действовать 5-10 лет и в рамках которого у вас много прав и обязанностей. Второй вариант. Вы планируете купить какое-то недостроенное большое здание, в котором производить работу. Третий. Вы заключаете договор аренды и планируете в арендованном имуществе делать какие-то улучшения. Четвертый. Вы поняли, что вашему бизнесу нужны какие-то технологии. Вы планируете заключить лицензионный договор с правообладателем, например, какого-то ноу-хау. Вторая ситуация. Вы понимаете, что ваш бизнес меняется. Вы хотите начать какой-то новый вид деятельности. Вы хотите поменять что-то в структуре своей компании или группы компаний, организовать новое юридическое лицо, закрыть старое юридическое лицо, передать активы между компаниями группы. Зачем в этом первом и втором случае идти к налоговому юристу. Потому что налоговый юрист поможет вам корректно определить существо той операции, которую вы совершаете или хотите совершить. Поможет сделать так, чтобы договорное оформление этой операции, либо группы операций соответствовало тому самому фактическому содержанию. Поможет написать, составить договор так, чтобы по максимуму избежать, исключить, либо минимизировать потенциальные налоговые риски, которые могут возникать в процессе исполнения практически любой сделки. И зачастую только потому, что договор написан так, что не отражает фактические договоренности сторон и не отражает тот фактический порядок, в котором сделка будет исполняться. Ну и по наиболее крупным сделкам, по наиболее сложному структурированию юрист поможет заранее составить так называемый defense файл, защитный файл, который будет содержать обоснование совершения сделки, необходимые документы, подтверждающие наличие тех или иных обстоятельств на момент совершения сделки, которыми руководствовалась компания или индивидуальный предприниматель. И расскажет, каким образом, на какие моменты нужно обратить внимание в рамках исполнения этой сделки, определить те реперные точки, которые будут критичными для компании. Третья ситуация. Вы начинаете бизнес, ваш бизнес маленький, но со временем он растет. В какой-то момент вы понимаете, что у вас бизнес вырос настолько, что вы уже не можете применять специальные налоговые режимы. Патентную систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения. И вот вместо того, чтобы в этом случае идти в интернет и читать, а как мне сделать так, чтобы заплатить меньше налогов и получать консультации доморощенных интернет-консультантов, лучше прийти к налоговому юристу. Потому что налоговый юрист объяснит вам разницу между упрощенной и общей системой налогообложения, объяснит вам, что такое дробление бизнеса, как его видят налоговые органы и суды, расскажет вам о той практике, которая уже сформировалась по данной категории дел и, соответственно, убережет вас от последующих предъявлений уже к вам претензии о дроблении бизнеса. Четвертая ситуация. Вы получили уже не первое требование с просьбой предоставить документы, подготовить пояснение по какой-то сделке, либо по взаимоотношениям с каким-то контрагентом, с которым у вас достаточно существенные обороты. Пятая ситуация. Вас вызвали в налоговый орган, на комиссию или уже направили вам требования с предложением уточниться свои налоговые обязательства по такой сделке, либо по взаимоотношениям с таким контрагентом. Четвертая и пятая ситуация означает, что вы попали в поле предпроверочного анализа. В отношении вас налоговые органы уже ведут предварительную работу, по итогам которой будет приниматься решение назначать выездную проверку в отношении вашей компании или не назначать. Отмахиваться от этой стадии, делать вид, что ничего не происходит, а если у вас есть претензии, приходите, проверяйте, ну в современном мире нельзя. В наше время предпроверочный анализ это основная стадия урегулирования конфликтных ситуаций с налоговым органом. Поэтому если вы понимаете, что инспекция уже копает в каком-то направлении, как я сказала, там второе, третье требование, и вы понимаете, что ее интересует либо какая-то сделка, либо взаимоотношение с каким-то контрагентом, приходите к налоговому юристу. Налоговый юрист включится на наиболее ранней стадии предпроверочного анализа, поможет вам сформировать правовую позицию, оценит ваши риски и даст рекомендации, если есть в этом смысл, действительно, исходя из текущей ситуации, возможно добровольно скорректировать свои налоговые обязательства. Это поможет вам, во-первых, избежать назначения проверки, во-вторых, избежать начисления дополнительных штрафов, в-третьих, снизить сумму пени, которые будут начислены за неуплату налога по итогам проверки, ну, срок проверки плюс обжалование и так далее. Поэтому привлечение налогового юриста на стадии предпроверочного анализа – это оптимальное решение. Шестая ситуация – вы получили решение о проведении выездной проверки. Все, самое страшное случилось, вы ожидаете десанта налоговых органов в ближайшее время. Зачем на этой стадии, пока вы еще не понимаете претензий, пока не составлено, так зачем идти к налоговому юристу. Грамотное сопровождение налоговой проверки позволяет зачастую снять большую часть претензий еще в ходе проверки. Если вы грамотно представляете налоговому органу документы необходимым пакетом, непротиворечивым пакетом документов, если вы формируете правовую позицию, которая свидетельствует о том, что у вас сильные аргументы, у налогового органа нет перспектив до начислений в этом направлении, то половина претензий в акты не войдет. Но даже те претензии, которые войдут в акт, у вас уже по ним в ходе проверки будет осуществляться сбор доказательственной базы, формирование ваших доводов, уже корректное, которое в последующем вы можете развивать и продолжать при последующем обжаловании на досудебной и судебной стадии. Вы не допустите противоречивого поведения налогоплательщика, вы не допустите тех действий, которые налоговые органы могут счесть противодействием проведению проверки, либо какими-то иными неправомерными действиями налогоплательщика, которые потом будут использованы против вас. Ну и последнее, седьмая ситуация. Вам стало известно от коллег из общедоступных источников информации, из газет, из интернета о том, что компаниям, предпринимателям, которые ведут такую же деятельность, как и вы, работают в той же отрасли, уже предъявили налоговые претензии определенного содержания. Почему здесь нужно идти к налоговому юристу? Потому что налоговики, как всем известно, отработав претензию на одном-двух налогоплательщиках, заручившись поддержкой вышестоящего налогового органа или суда, в дальнейшем тиражируют эту претензию на остальных налогоплательщиках, которые имеют сопоставимые сделки совершают, либо ведут такую же деятельность с теми же категориями риска. В данном случае налоговый юрист поможет вам проанализировать, есть ли у вас такие же риски, которые выявились у других компаний из вашей отрасли. Посмотрит, можно ли эти риски на текущей стадии каким-то образом минимизировать. Подскажет, нужно ли добровольно скорректировать свои налоговые обязательства, чтобы налоговая инспекция следом за вашими конкурентами не пришла к вам. Итак, я перечислила семь основных ситуаций и хотела бы напомнить поговорку старинную. Кто предупрежден, тот вооружен. И, как говорил Мигель Сервантес, хорошая подготовка – это уже половина побед. Своевременное обращение к налоговому юристу поможет вам быть и вооруженным, и готовым к возможному спору с налоговым органом. Ну и так как у нас профилактика всегда дешевле лечения, это просто будет вам дешевле. Потому что затраты по налоговой оценке условий договора не сопоставимы с затратами по оспариванию налоговых претензий, которые осуществлены на основании некорректного текста этого договора. Спасибо за внимание. Думаю, эти советы будут вам полезны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...